МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие мои друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Хочу вас спросить, нравится ли вам, когда и дома, и в школе у вас все получается? Ведь тогда папа и мама вами довольны? Да, ответите вы, конечно. Вот и мне в детстве очень хотелось доставлять маме только приятное. Бывало, делаю уроки или просто спокойно сижу, а мама смотрит на меня своими добрыми глазами. Эта ее улыбка мне дороже всего. И однажды я понял, что больше всего радости доставляю я ей тогда, когда делаю что-то хорошее без напоминаний. Я даже и не замечаю, что хорошего я сделал, а мама мне опять тихо улыбается. А если я вам задам вопрос потруднее, могут ли люди доставлять радость Богу? Может ли он быть нами доволен? Ведь он сильнее нас и ни в чем не нуждается. Послушаем, что пишут об этом русские летописи. Восемь столетий тому назад знаменитый Владимирский князь святой Андрей Боголюбский решил идти войной на казанских болгар. Они тогда были язычниками, и хотя в это время они на Русь не нападали, но постоянно угрожали. Святой князь точно не знал, отправляться ли ему в военный поход или нет. В тот же самый год и православный византийский император Мануил готовился к сражению с сарацинами. Так тогда называли персов, турок и арабов. Две битвы произошли в один и тот же день – 1 августа 1164 года. С Божьей помощью оба православных правителя одержали над врагами полную победу. Когда победоносные русские воины возвратились в свой стан, то увидели дивный свет. Он исходил от иконы Богородицы и Младенца Христа, которая была в походной церкви. Чистые лучи этого света озарили все войско. И тогда святой князь Андрей понял, что его поход был угоден Богу. Ведь он защитил православных и тем доставил радость Богу и Пресвятой Богородице. Это славное видение еще больше укрепило святого князя. Он вновь обратил свои полки на отступающих болгар, погнался за ними и окончательно их разгромил. Вскоре после этого святой князь Андрей получил письмо от императора Мануила. Тот сообщал ему о победе над сарацинами. Благоверный Мануил тоже видел чудесный свет от иконы Спасителя и Богоматери. В благодарность за небесную помощь в этих двух сражениях и было установлено 1 августа празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. 1 августа соответствует 14 по нашему гражданскому календарю. В православной Византии в этот же день каждый год на улице Константинополя выносили честной и животворящий крест. На нем был распят Господь наш, Иисус Христос. Торжественное обхождение города с крестом продолжалось две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы. На столичных площадях служили молебны о здравии всех жителей. В придворной церкви освящали воду и кропили ею весь город. 600 лет назад этот обычай пришел и на Русь. И теперь мы видим, что в каждом нашем храме накануне 14 августа выносят крест. А в самый день торжества освящают воду и мед. Поэтому в нашем народе этот праздник называют еще медовым спасом. Православным людям всегда хотелось доставить радость и Пресвятой Богородице. Поэтому с завтрашнего дня, две недели, они держат строгий Успенский пост. Зачем? Чтобы очистить себя перед великим праздником Успения Божьей Матери. Ведь всю свою жизнь Пресвятая Дева прожила в чистоте. Поэтому и радуется она всему чистому. Вот какой завтра, дорогие мои, удивительный праздник. В этот день мы можем доставить большую радость и нашему Спасителю, и Божьей Матери, Пресвятой Деве Марии. Если, конечно, будем вести себя хорошо, никого не обижать и ни на кого не сердиться. Давайте уж постараемся. С праздником вас и с постом! Храни вас Господь, мои хорошие! Субтитры создавал DimaTorzok